Добрый вечер, это программа интервью. Меня зовут Юлия Сорокина и по пятницам я веду персональное эмоциональное интервью. Сегодня у меня в гостях Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Юлия, добрый вечер. Юлия, здрасте. Рада видеть. Скажите, пожалуйста, я начну с вопроса, на который вы, наверное, уже отвечали неоднократно, и тем не менее, вот хочу с него все же начать. Вы вступили в должность, по сути, встав на один уровень с краевыми министрами, когда вам было 25 лет. Я за молодежь. Но мне кажется, что 25 лет это все-таки слишком экстравагантно. Как вам это удалось? Мы любим экстравагантные поступки. Ну, на самом деле, мне кажется, только время покажет, насколько это было правильное решение. Но если вот немножко с вами до эфира говорили про это, все-таки, я думаю, анализируя через какое-то пройденное время, наверное, согласилась я на эту авантюру по глупости, но абсолютно не жалею. Думаю, это был абсолютно правильный шаг. Возраст – это важный фактор, потому что он не только является индикатором опыта в конкретных делах, но и такой индикатор моральной готовности к каким-то событиям, которые будут происходить. Поэтому я думаю, что, наверное, морально вот к этому я не была готова. Ну, к чему вот к этому? Ну, наверное, к ответственности. У меня очень повышенный уровень ответственности, повышенный уровень справедливости. И, конечно, морально, когда ты за все переживаешь и думаешь, что тебе действительно важно там и мнение людей, и мнение того конечного потребителя, и какой-то в коллективе какой-то климат. Поэтому, когда ты очень известен, это тяжело. Но я считаю, что это абсолютно классно, что это получилось. И я думаю, что нужно, чтобы было больше молодежи, поскольку люди, которые уже в возрасте, они прекрасны с той точки зрения, что у них действительно гораздо больше опыта, они все это проходили. Но, как показывает практика, большинство из них уже не имеют того уровня задора, который необходим. Поэтому я за то, чтобы были и молодые, и более опытные люди. Опыт – это история, которая нарабатывается, а молодость – это история, которая быстро проходит. И я за молодых. Но все-таки 25 лет, и на вопрос вы не ответили. Вы сказали, что вы по глупости согласились. Ну, как вам это удалось? Ну, как в 25 лет? У вас родители какие-то, знакомые? Ну, на самом деле, родители у меня самые простые люди. У меня мама воспитали в муниципальном детском саду, папа. И до сих пор? Да, до сих пор. И более того, мне кажется, это будет еще долго, потому что она очень искренне любит свою работу. Поэтому мы действительно из такой простой семьи. Я думаю, что если вот какой-то такой путь рассказывать, то это, наверное, такая активная общественная деятельность привела меня вот к этой работе. Это было и молодежное правительство, какие-то общественные объединения. Потом до того, как я пришла работать в агентство по туризму, я работала сначала консультантом, потом заместителем руководителя в агентстве молодежной политики. Это тоже была государственная служба. Поэтому, ну, все-таки это не произошло прям внезапно. То есть все равно нужно доказывать каждый день, что ты это место заслужил? Или больше себе это доказывать? Ну, в принципе, я думаю, что сильно никому не нужно это. Это, наверное, такое внутреннее самоощущение. Мы как-то тут разговаривали про повышенный уровень ответственности. Синдром самозванца, он все равно внутри где-то пищит. Ты понимаешь, что ты работаешь много, ты работаешь абсолютно открыто, искренне. Ты точно знаешь, что ты делаешь это лучше, чем, ну, очень большое количество людей на твоем бы месте могли это делать. Но ты все равно себя грызешь, что где-то вот здесь не хватило сил, здесь не. Поэтому такой перфекционизм внутренний, он не дает расслабиться. А это вот к вопросу про молодость. Почему я считаю, что должно быть больше молодых? Потому что в молодости ты еще перфекционист. Это же известная такая... Вот неправда. Если ты перфекционист, это навсегда. Ну нет, я работаю над этим. Я считаю, что перфекционизм — это первый этап невроза. Поэтому, ну, скажем так, здесь должен быть просто правильный баланс. Просто когда ты молодой, тебе настолько всего хочется, и ты настолько еще не знаешь слова «нет» или настолько не устал от этого слова «нет», что у тебя получается больше. А теперь вы знаете слово «нет»? Теперь я знаю тысячу слов «нет», сказанных в мою сторону, но знаю, что почти на любое «нет» есть «да». Вы устали уже от слова «нет»? Ну, «нет» — это такое естественное слово, с которым ты встречаешься регулярно. Я, несмотря на то, что искренне считаю себя госслужащим в полном смысле этого слова, как служащий людям и народу, понимаю, что наша вот такая бюрократическая машина, она все-таки про слова «нет». А считаю, я своим коллегам, своим девчонкам в агентстве всегда говорю, мы обязаны с вами, у нас большая миссия формировать образ других чиновников, мы должны всегда говорить «да». Вот. И это то, на что набиваются самые больные шишки. Ну вот у вас обостренное чувство справедливости, вы говорите, да? Бывает обидно? Вот вас же часто критикуют, да? Да. Да, за туалет, за смотровой, да, за дороги, за всё. Ну, я понимаю, здесь же, понимаете, есть разная модель. Если принять позицию того, что пусть всё идёт своим чередом, давайте мы будем там всё это бесконечно долго делать по всем-всем-всем законам и нормам, то, ну, скажем так, и результат, он будет когда-то потом. И ты сознательно берёшь на себя ответственность, да, я сделаю здесь быстрее, здесь мы какие-то процессы запараллелим, здесь мы запустим чуть быстрее, потому что ты понимаешь, что у тебя такое чувство ненасытности и очень большая жажда. А вам потом раз и говорят, а вот здесь вот так, вот так, вот так. Да, и поэтому это абсолютно, ну, предсказуемая обратная сторона. Я к ней привыкла. На первое время, конечно, было очень тяжело, но, скажу честно, я только, наверное, через какое-то время поняла, какая самая сложная часть работы руководителя. Знаете, что самая сложная? Ну, вот для меня, по крайней мере. После того, как ты, ну, отработал весь день, ты приходишь, открываешь Фейсбук, там ты плохой, естественно, очень много негатива на тебя льётся, потом ты в какой-нибудь ещё эфир обязательно попадёшь по глупости, где тебя чехвостят публично. И вот в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто эмоционально, ну, как человек, не безразличен, потому что если тебе всё равно, наверное, это абсолютно другая история. Но когда тебе не всё равно, ты знаешь каждую букашку, каждый кирпичик в своём деле, ты эмоционально погружаешься в очень такое неприятное состояние, когда тебе кажется, что весь мир против тебя. И вот самое сложное оказалось прийти в понедельник на работу вот после всего этого, да, особенно там, ну, из последних, какая-нибудь Николаевская сопка, ну, и коллективу сказать, что всё нормально, друзья, ничего нету. Ну, то есть поддержать такой эмоциональный климат, чтобы у них-то не опустились руки. Если у нас руководитель агентства по туризму перфекционист, наверное, у нас сейчас будет вообще скоро самый туристический идеальный край. Ну, я думаю, я вам уже говорила мысль, что перфекционизм – это не лучшее качество. Понимаешь, что иногда, ну, ресурсы всегда ограничены, в том числе человеческие. У нас очень маленькая и компактная команда, которая это всё делает. Я понимаю, что я могу всех вокруг извести, да, вот за какими-то погонями за деталями, которые действительно важны. А можно перебью их сразу? А вот поначалу изводили? Да, ну, конечно. Да я и до сих пор достаю их. Но я понимаю, что у них тоже человеческий такой моральный ресурс ограничен. Они не могут сделать всё, поэтому, я думаю, здесь нужно балансировать. Но самое главное в перфекционизме обратная сторона – это то, что и ты всегда неспокоен. А неспокойный человек – он неэффективный человек. Ну, вы сейчас вот более спокойны? Абсолютно точно. Я раньше думала, знаете как, я раньше думала, что очень классно где-нибудь в разговоре сказать, ой, все выходные работала, сегодня пришла опять в 11 вечера, я всегда на телефоне. Мне казалось, вот такая работа вездесущая, да, и вот это вот желание всё контролировать – это хорошо, это круто. Ну, потому что ты же такой весь работящий. Со временем просто пришла к мысли о том, что на самом деле так как-то это оказывается, у тебя очень плохо организованный процесс, если ты круглосуточно работаешь. И постепенно просто немножко правильнее выстраиваешь работу в коллективе, и вот эта вот круглосуточная работа, она не нужна. Она нужна просто как не надо работать много, надо работать хорошо. Что важнее – это семья или работа? Вот вы молодая девушка, невозможно вас об этом не спросить? Ну, мир не чёрно-белый, поэтому я думаю, что нету никакого ответа. Если вот по велению сердца сказать, я считаю, что никакая работа не стоит любви, близких людей, семьи, это 100%. Но я бы так тоже однозначно не могла сказать, потому что если представить теоретическую ситуацию, что жизнь прям поставит выбор, вот либо семья, либо работа. Ну, очевидно, через год я, сидя дома и занимаясь только семьёй, сойду с ума, всех с виду с ума. Поэтому я думаю, что правильно – это всегда выбирать любовь и близких людей в любой ситуации. Но не забывать себя, потому что без самореализации, а для меня это работа, ты просто становишься сам себе неинтересен. Ну, поедут к нам иностранцы-то в конце-то концов уж. Ну, пока они вообще никуда особо не едут, да, пандемия. Ну, я думаю, что, конечно, поедут, но в определённое направление. Они точно поедут по Енисею. Когда-то, когда ходил Чехов, у нас 2000 почти туристов проходило по Енисею только за летнюю навигацию. Это было очень давно. Ничего, ничего. Дайте нам время. Но, видите, у нас так как-то получилось, что вот агентство создали, границы закрыли, и мы пока про иностранцев не можем всерьёз говорить, но я уверена, они поедут. Агентство создали уже три года назад, да, если не ошибаюсь? Да, ну, у нас пандемия, да, соответственно, ну, теплоход, допустим, если говорить про тот же теплоход, да, в сравнении с Чеховым, он у нас с 20-го года работает, и, соответственно, ну, просто физически ещё иностранцев не успели они особо обслужить. Поэтому я думаю, что основные притягательные такие направления будут Енисей, будет север нашего края, и, ну, наверное, Ергаки. У нас традиционно туда очень активно едут определённые любители, вот, поэтому вряд ли это будет очень массовым направлением для иностранцев, но очень колоритным 100%. То есть иностранцы поедут? А мы-то сами, мы-то сами будем здесь отдыхать, потому что теплоход, вот который сейчас, ну, это же невозможная цена, стоимость является нереальной. Согласна, даже я не могу на нём пройтись и грущу по этому поводу, но в этом смысле, я думаю, что все люди взрослые, они понимают, что за любой крупной ценой стоит какое-то обоснование. Ну, не могут же, да, просто такую цифру. У нас очень короткая навигация, у нас очень далеко не молодой теплоход, если говорить про Горький, и его, ну, скажем так, просто топливо, ну, не буду называть цифры, но это огромные суммы, которые лажают... Ну, понимаете, что мне, грубо говоря, всё равно, у меня нет этой суммы денег, я за эту сумму денег поеду пять раз в Турцию. Согласна, но сейчас вы никуда не поедете. А вдруг? Не то, чтобы это наше достижение, чтобы никуда не поработать. Но тем временем, на теплоходе тоже не поеду, понимаете? Вот, поэтому наша задача, чтобы такие проекты появлялись, поскольку они вначале очень нишевые, а потом более массовые. Ну, допустим, с той же компанией мы сейчас обсуждаем, и уже такое принципиальное решение приняли, что у нас, когда будут построены два теплохода, первый из которых придёт в 23-м году, то есть, по сути, через одно лето, а когда границы закрыты, туристический поток гораздо больше. И как раз это основной вызов сейчас случился с тем, что люди остаются здесь, они готовы ехать, а вот уровень той инфраструктуры, которая есть, она просто не дотягивает. Ну, это совершенно очевидно. При этом, к сожалению, это абсолютно взаимосвязанный процесс. Не было потока, не было инфраструктуры, не было низкой себестоимости, и откуда этому взяться? Поэтому это не может произойти быстро, но это абсолютно взаимосвязано с потоком и с массовостью людей. Ну, я уверена... То есть, инфраструктура всё-таки будет, вы считаете, у нас хорошая? Я думаю, что это вопрос времени, но она точно появляется, интерес к туризму тоже появляется, и постепенно она провоцируется. Мы создаём какую-то инфраструктуру рядом уже, она простаёт. То есть, всё-таки будет хорошая инфраструктура, и при этом нормальная цена. Вы пытаетесь меня на такие обещания, я человек ответственный, да? Да, я хочу. Вот, поэтому я думаю, что есть к этому все предпосылки, мы со своей стороны будем делать всё возможное. Спасибо огромное, что пришли к нам. Будем отдыхать в крае. Да. С хорошей инфраструктурой, надеюсь, и по адекватной цене. Спасибо вам огромное. В гостях у нас была Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»